Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с трех до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17-е. Правильно, да? 16-е. Витя ошибся. Сегодня 16 сентября года 2020-го среда. Сегодня план действий такой. В первом части Олег Брукрасный с нами будет. Поговорим о наших местных реалиях. Американских, нью-йоркских, республиканцы, демократы. Местная адженда, короче, внутренняя. Вот. А во втором части перейдем к... Ну, во-первых, у меня для вас есть неплохие новости. В смысле оптимистичный момент. Насчет вакцины есть определенное развитие. Вот. Потом, конечно, мы должны обсудить израильско-эмиратско-бахрейнскую сделку. Уже в таком формате второго часа было бы неплохо. Спокойно, обстоятельно поговорить, что в ней есть, что в ней нет. Вот. Это обязательно тоже должно произойти. Примерно вот такой план. Примерно. Посмотрим, может быть, что-то еще я успею вам рассказать в течение второго часа. Ну, там уже по зависимости от того, насколько унесет в дебре монолога то, что уже было проанонсировано. Вот такой план на сегодня. Пишите 347-460-0877. Кстати, и Алику вы сможете задавать вопросы тоже, потому что самому номеру 347-460-0877. И с удовольствием, я думаю, Алик будет отвечать на эти вопросы. Вот. Такой план. Это для тех, кто прям в эфире нас слушает. Неркоми Филадельфии, Аппликацион Айхат, Аппликацион Руис и Радио. Везде в нации все остальные. Кто смотрит нас на Ютьюб или слушает на самом клаве, любую точку земного шара. Это запись, друзья. Поэтому ищите меня в Фейсбук, Твиттере. Задавайте ваши вопросы. Там будем отвечать в следующих передачах. Приветствую, Алик. Приветствую, Кирилл. Напоминаю, друзья, с нами Алик Брукрасный, бывший член Ассамблеи штата Нью-Йорк. И человек, который, скорее всего, вернется в политику. И планирует возвращаться в политику нашего города, по крайней мере, для начала. Очень приятно быть, во всяком случае, здесь. И спасибо за приглашение. Спасибо большое, Алик. Очень приятно с тобой разговаривать. Скажи, пожалуйста, вот, первое, с чего бы хотелось начать, только вот недавно пришло, что мэр наш замечательный, он объявил о том, что на целую неделю и весь его штат, то есть весь, фактически, мэрия, уходит на неделю на фэрлоу. То есть... За свой счет. За свой счет берет, то есть не будет работать. Угу. А что же с нашим городом-то? Как это? Я не понимаю, как это так они на неделю? Что сэкономить миллион, кстати? Миллион долларов стоит недельная заплата мэра и всего его аппарата. Кстати, я думаю, что намного больше. Это удивительно, как мало. Для чего это делается? Да, но неделя, неделя миллиона – это нормально. Почему? Неделя миллиона – это нормально, Кирилл. Очень много. Но я... Делается это, наверное, для того, чтобы показать, что и офис мэра, и сам мэр принимают деятельное участие в поправлении, так сказать, городского бюджета. Миллионом долларов? Я говорю это с иронией. С иронией, конечно. Это очень странная вещь. И как... Ну, город будет работать. Если он будет работать так же, то, я думаю, Девлазио получит интересный комментарий по этому поводу. Вот и все. Подожди, ну как город будет работать? Я не совсем понимаю. То есть службы остаются, а саморуководящая, административная часть, она уходит в это форло. Кирилл, откровенно говоря, я не успел прочитать вообще... Это вот совсем вот недавно. Да-да, совсем-совсем. Я не успел прочитать, я пытался. Возможно, речь идет о том, что они просто будут работать за свой счет. А. Ага. Понимаешь? Потому что в противном случае, ну, Девлазио открывает себя действительно для таких комментариев. Знаешь, что если неделю все нормально с городом, или он работает так же, все нормально в наше время, трудно сказать, то комментарии будут соответствующие. Ну, ему-то побарабануть в комментариях. Уж таких, каких только комментариев, я думаю, Девлазио свой адрес не слышал за последние годы, что он на власти. Ну, ты знаешь, наверное, любому человеку не побарабану. Наверное. Соглашусь с тобой здесь тоже. Где-то внутри себя. Даже ему. Ну, просто у него уже должна быть очень толстая кожа. Ну, конечно. Политик за столько лет вырабатывает очень толстую кожу, но с другой стороны, он все равно же человек. Это само собой. Да. Скажи, пожалуйста, а вот... Сейчас уже, наверное, со мной спорят наши радиослушатели. Человек ли... Человек ли не в Вале. Он был же у нас тут когда-то в студии на интервью, когда он пытался победить Блумерга. И вообще. Да вот такое. И он же был омбудсменом, я так, насколько я помню. Да, да, да. И он... Мне очень понравился тогда. Ты знаешь... Он очень поздал, ты дядька. И он... Большего высокого роста, чего? И говорит хорошо. Вот, он же не дурак далеко. Он совсем не дурак, да. Но на меня посмотрел такое впечатление, а помню, Аня, ты так сказала, не обращай внимания, это все не шура. Ну, тогда еще было мало понятно, потому что, ты же понимаешь, должность Павла Хадвокейт, ну, она ни к чему особенно не обязывает. Он атаковал Блумерга по многим позициям. За исключением... Я не успел сказать, Кирилл. За исключением того, что Павла Хадвокейт должен атаковать, так сказать, со стороны, защищая публику, избирателей, должен атаковать всех и вся. Вот, собственно, это и задача Павла Хадвокейт. А-а-а. То есть, он был на месте, как бы. На месте, да. Тогда, да. Тогда был на месте. Люди спрашивают меня постоянно, есть ли какая-то возможность импич деблезер? Ну, возможность, может быть, и есть, хотя это очень-очень сложно. Я думаю, что, ну, это, наверное, наверное, делается в результате голосования в Сири Канцелл. Я не уверен, что Сири Канцелл проголосует за это. Но, с другой стороны, знаешь, инлайн, то есть, вторым человеком сегодня есть человек по имени Джумани Вильямс, он паблик адвокейт сегодня. О! А он? Ну, Джумани неплохой парень. Ага. Ну, вот, я боюсь, что он левее деблазера. Серьезно? То есть, он следующий. Если он становится следующим мэром, то это все плохо. Если деблазер уходит, мэром становится Джумани Вильямс. Хороший парень, но... А у нас в штате, в городе закон, что если уходит мэр по импичменту, то омбудсмен становится... Да. А почему это так? А почему нет вице-мэра? А как это так вообще? Нет вице-мэра, нет. Нет, это, знаешь... Удивительная вещь, я воткрываю для себя с тобой разговор. Ну, есть спикер горсовета, да? Почему не он? Сириканцл спикер. Да. Но он там, по-моему, третий. В очереди? В очереди, да. А, офигеть. То есть, заместителем первым исполняющим обязанства... И этот тоже полевее деблазер будет. А как так получается? У нас есть в городе много и центра, и есть право, и тоже. Есть этот наут, например, который, я так понимаю, достаточно республиканский. Ну, да, но, понимаешь, как мы уже знаем, вообще, может быть, не все знают, но выборы решаются на демократических праймарис, в процессе демократических праймарис, то есть выборов, в процессе выборов внутри демократической партии. В основном, не на Стейт Найленде. На Стейт Найленде есть еще борьба. Повезло Стейт Найленде. А что касается других районов, ну, в Сириканцл 51 член горсовета, из них трое республиканцы. Вот они как раз на Стейт Найленде и заходят, да? Они двое на Стейт Найленде и один Квинс, да, Квинс, по-моему, может быть, даже часть Бронкса, нет, Квинс, наверное, Орлих такой. Ну, понимаешь, так уж сложилось. А как так сложилось? Из-за чего это происходит? Из-за такого вот большого представительства афроамериканской общины в Нью-Йорке, например, да? Это часть этого вопроса. Ну, ты знаешь, да, но это, наверное, да, за счет этого тоже. Но громадное количество union workers, членов профсоюзов и вообще, так сказать, в целом люди, которые ведут себя по жизни совершенно независимо, их, может быть, не такое большое количество, как где-то в Абстейте. А обычно такие люди, они в основном члены республиканской партии. То есть, если мы сейчас, знаешь, зайдем в детали, да, то, ну, есть история, конечно. История эта говорит о том, я сейчас высказываю свои предположения, я даже не знаю исторические факты, Кирилл. Мои предположения, что в больших городах большое количество членов профсоюзов, большое количество minorities, конечно, безусловно, которые процентов на 85-90 являются членами демократической партии. И в Нью-Йорке даже, я бы сказал, большое количество людей, скажем, на Уолл-стрит, да, людей независимых... Брокеры? Да. Они, наверное, половина на половину демократы и республиканы. А почему брокеры и демократы? Я не с тем понимаю, логики за этим стоят. Кирилл, знаешь, надо будет, наверное, пригласить брокеров. Но русскоязычных-то, среди русскоязычных брокеров мы вряд ли найдем. Демократов. Демократов, да. Что неправильно с нами. Что должно быть не так, на самом деле. Нам нужны русскоязычные брокеры-демократы, которые будут на голосовании. Демократов, давай скажем совершенно откровенно. Нам нужно, чтобы у людей, голосующих, был лейбл демократов. Тогда они смогут участвовать во всех выборах. А не только в выборах президента, который в штате Нью-Йорк тоже, в общем, как ты знаешь, большого значения не имеет. Это только для самих людей, для их, так сказать, совести и их идеологии личной. Мы обращаемся сейчас, на самом деле, ко всем нашим радиослушателям, для того, чтобы этот момент, который нельзя переоценить. Невозможно переоценить. Потому что люди с такой гордостью мне говорят, что вот мы режиссер-репабликанс, а я смотрю на них все время и говорю, ребят, зачем вы выбрасываете в мусорную казино ваш голос? Это абсолютно бесполезные действия. В нашем городе точно. В штате Нью-Йорк еще может быть, да. Но в нашем городе абсолютно бесполезные действия. Кирилл, знаешь, при этом, по-моему, нужно добавить, что если вы зарегистрированы демократом, вы можете голосовать на демократических выборах и, ну, таким образом поставить заслон, может быть, совершенно левым прогрессистом. А потом на генеральных выборах вы можете голосовать за республиканца против того самого демократа, на котором вы голосовали на демократических первичных выборах. У вас огромный выбор. Причем я это о себе говорю тоже. Ну, понятно. Помогите выбраться, потому что я все-таки, я считаю себя, ну, я, может быть, social liberal, но fiscal и точно conservative. Понимаешь, поэтому я думаю, что мы просто обратимся к нашим слушателям и скажем им, что если вы сейчас за рулем сидите, не выбрасывайте руль из-за того, что мы вас призываем зарегистрироваться демократом. Ну, мы просто делаем это, так сказать, исходя из нужд и особенно влияния общины, которая стала денежной, богатой, в общем и целом, и пока политически еще влияния не получила. Вообще никакого. Никакого. Что катастрофа. Евреи, которые прибыли сюда в конце 90-х годов 19-го века, уже давно там. Да, да. И их дети уже давно сенаторы, уже баллотировались на вице-президентских позициях, уже чего только не было. А мы, которые приехали сюда, ну, я не о себе, но, в принципе, о последней волне эмиграции на 70-х началась. Нигде вообще. Ни одного конгрессмена. Нет. Ни одного штатного сенатора. Я уже не говорю про позиции секретаря оф стейта, потому что мы видим, что итальянцы, которые прибыли в конце 19-го века, уже там. Кирилл, ну, для таких высоких позиций, наверное, так сказать, время еще не пришло. Ну, как, уже 40, до 50 лет уже прошло. Ну, да, 50, ну... 45. В основном 30 лет, скажем так. В основном люди здесь 30 лет, 32, 33, и, конечно, безусловно, да, очень-очень жалко и обидно, что сильная община такая практически не имеет политического голоса. Почему? Почему? Ты знаешь, я думаю, что это из-за того, что, особенно сейчас, люди совершенно противятся тому, чтобы зарегистрироваться демократом. Когда они слышат это от меня, они думают, что, я не знаю, там, я пытаюсь соответствовать партийной линии, поэтому их призываю к этому. Понимаешь, это... И я пытаюсь объяснить. Ну, иногда удается, иногда нет. Я очень надеюсь, что люди это поймут. Потому что огромное количество людей, например, в Боропарке голосуют за Трампа. Я знаю это. Да, 100%. Ну, они все демократы. По одной простой причине. Они знают, что надо делать. Они знают, что нужно иметь лейбл для того, чтобы община была сильной и влиятельной. То же самое, между прочим, и в сефардской общине. Сефарды тоже в основном демократы. Хотя не все, но в основном демократы. Ну, потому что многие из них, наверное, все-таки в Нью-Джозе живут и на два дома живут. Нет, нет, нет. Дело в том, что, знаешь, есть такая организация. Ну, в общем, это амбрелла для сефардских организаций. И когда-то там был человек один, хороший приятель Дэвид Гринфилд. Он потом стал сириканцем. Он базирует, ну, паршил и на тех же голосах, да, которые он, так сказать, преобразовал республиканцев в демократы. Но община ему за это благодарна, потому что она стала влиятельной. Там нет много голосов, знаешь, но при этом они голосуют одним блоком и, в общем, имеют таким образом влияние политическое. Ну, и, конечно, деньги тоже, безусловно. А еще, может быть, не так много наших русскоговорящих забирается во всяческие представительные органы власти у нас в городе, в штате и в стране, потому что это очень такая жесткая игра, и нужно постоянно окучивать большие группы людей. Нужно постоянно быть активным, нужно постоянно общаться с невероятным количеством людей, пожимать много рук, и при этом есть еще определенные внутренние правила, о которых многие не знают. Я общался с одним из кандидатов, который вот думал о блокировке в сети консул, а потом отказался от этой идеи. Я говорю, почему? Ну, потому что нужно окучивать постоянно, как Мичурин, ходить с этой высотой мотыгой и копать, копать. Это монотонное, очень тяжелое, неприятное действие. Тяжелая работа, причем эта работа в основном не среди русскоязычных американцев. Конечно, конечно. Потому что часть русскоязычных американцев в каждом округе довольно небольшая, за исключением трех округов здесь ассамблейных. Но все равно абсолютно недостаточно только русских для того, чтобы выиграть, русскоязычных. Абсолютно недостаточно. Поэтому нужно иметь имя, нужно иметь name recognition, branding и так далее, как мы знаем, в других общинах. А для этого нужно что-то, не просто руки пожимать, нужно что-то сделать для них. Понимаешь, это, конечно, it takes time. А кроме того, все-таки даже люди, которые приехали сюда 30-33 года назад, Знаешь, сначала надо было, конечно, обеспечить себе, так сказать, крышу над головой, детям помочь, и внукам. О политике особенно речь не шла. Вообще, что касается американцев, вообще в целом американцы аполитичные ведь очень. Понимаешь, за последние, может быть, три года они стали политиками очень вовлечены. Очень. С обеих сторон. Ну, а до этого американцы довольно долго были достаточно аполитичными. Или они были объединены вокруг какой-то одной идеи. Скажем, после 11 сентября американцы были единым народом. Достаточно долгое время причем, да? Долгое время, да. Скажи, пожалуйста, вот раз уж ты заговорил об этом, поляризация как бы сильна, и репорты нехорошие, я вчера слушателей знакомил, что у нас на 16 тысяч протестов, которые были с мая по сегодняшний день, 16 тысяч протестов, 95% мирных протестов, 5%, то есть где-то 600-700 протестов насильственных. И вопрос возникает, а что делает государство для того, чтобы к третьему числу быть готовым? Мы же понимаем, что неважно, кто выиграет. А оружия много. Оружия много, да. Оружия много, и, Кирилл, знаешь, решение одно, лидершип нужен. Нужен настоящий лидер, который может объединить людей разных. Понимаешь, и демократия, это такая сложная штуковина, при которой лидер должен уметь разговаривать с разными людьми, особенно с теми людьми, которые с ним не согласны. Ну, в этой стороне, начиная со времен уже Обама, наверное, с момента начала такого прям большого раскола, разлома, да, лидеры играют наоборот, на противотезе, как бы, на том, что вы кто со мной, тот со мной. Мы правы, они не правы. Да, да, я в этом соглашусь. Я не слышу объединительного месседжа ни с одной из сторон. Дело в том, что, конечно, Обама был выбран, так сказать, как анти-Буш-кандидат. Хотя он почти, он даже министра обороны Бушевского держал 4 года. Что невиданное дело вообще никогда. Ну, понимаешь, его стиль менеджмента Обамы, он такой достаточно мирный. Он эволюционер, он не революционер. Он не революционер совсем. А Трампа выбрали вопреки Хиллари Клинтон, конечно. Ну, и вопреки вообще демократической партии, потому как хотели нового лидера, как Макеавелли говорит, молодого, который встряхнет республику. То есть, как бы, хотели встряхнуть республику. Хотели встряхнуть республику, но, конечно, встряхнули. И расстояние огромное сегодня. Ну, посмотри, Пелоси не приехала на подписание сделки вчера в Белый дом. Ошибка, я считаю. Это катастрофа просто. Это невероятное достижение американской дипломатии. И объясняют даже корреспонденты Аль-Джазиры, которые ненавидят Трампа и не скрывают этого. Они объясняют, что они, прям открытым текстом журналисты говорят, она не хотела давать кредит президенту. Что значит, ты не хотела, президент представляет всю нацию перед всем миром? Что значит, ты не хотела давать кредит президенту? Ты понимаешь, многие люди сегодня считают, что он не представляет всю нацию. Но дело не в этом. Дело не в этом. Я абсолютно, я должен тебе сказать, что это очень странный поступок с ее стороны, на мой взгляд. И она могла приехать и сказать, что это достижение, так сказать, серии американских президентов. Да мне или что можно сказать. И это же правда, понимаешь? То есть борьба за мир в том районе, она же ведется многими президентами. Если бы не было Клинтона, и не было бы подписания мирной сделки с Иорданией. Если бы не было Картера, и не было бы Камзевина. Безусловно, понимаешь? Ведь это же... Американский президент стоит во главе страны или 4 или 8 лет. То есть должна же быть преемственность между президентами, и преемственность власти, она совершенно необходима. Иначе катастрофа, иначе такой разрыв между людьми, представляющими разные партии, разные идеологии. Вообще, Кирилл, это же не первый раз происходит. Понимаешь, это же... Это было в американской истории. Если бы не было этого в американской истории, то, например, не было бы книги, ну, того же Артура Шлезенджера, книга, по-моему, там, года 45-го, наверное, послевоенная. «Vital Center» называется эта книга. То есть жизненно необходимый центр. И это Шлезенджера сына. Это же отец, он в основном историей занимался, а этот уже, так сказать, применял историю к политике. Не было бы этой книги, если бы не было бы разрыва в то время. Понимаешь, послевоен... И в 60-х тоже был момент, в серьезное противостояние. Но стрельбы не было. Нет, не было, да, не было. Ну, сегодня ситуация сложная, знаешь, и... Плюс пандемия. Люди сидели дома долго, люди не работают, люди не уверены в завтра, что... Правильно, что ты про пандемию вспомнил, а тебе скажу почему. Тут дело не только в том, что люди боятся пандемии или боятся заразиться. Дело не в этом. Дело в том, что... Ну, и в этом тоже, но в основном дело в том, что в Америке от политики и даже от президента зависит, может быть, зависело. Может быть, 30-40% вообще всего, что происходит, знаешь. Я сейчас упрощаю специально. А сейчас мы все зависимы от политических лидеров. Мы все зависимы от людей, которых мы выбрали. Такого в Америке никогда не было. Ну, вообще никогда. Ну, может быть, за исключением, не знаю, депрессии. Ну, в 2001 году тоже зависело. В 2000, да, но, понимаешь, зависело, но зависело, так сказать, в том, что касается внешней политики, гораздо больше, чем того, что касается внутренней политики. Да, Конгресс, кстати, больше влияет на внутреннюю политику. А сейчас, ты понимаешь, когда нам правительство говорит, одевать маску или нет, выходить на улицу или нет, можно зайти в ресторан или нет, это же абсолютно полностью главенство политических лидеров. В Америке вообще такого не было никогда. И отцами-основателями, Кирилл... Это вообще не предусматривалось никогда. Вообще не предусматривалось. Ну, это демократическая, кстати, схема. Больше правительства, больше налогов. Ну, да, но, понимаешь, дело в том, что, конечно, должен сказать, что Трамп и его президентство – это отдельная штука, но вообще республиканцы-демократы, они же, эти и другие стали for big tax government. Они не сильно отличаются друг от друга. Ну, это так произошло с республиканцами по причине фискальной необходимости и постоянной необходимости вытаскивания страны из кризиса, начиная с начала этого века, 21-го. 2001-го года Даткавовского падения, потом кризисов Энни Мэй и Фредди Мэг, невероятного. Это нужно было огромные бабки вливать в экономику. И это, конечно, аналоги, да. Все, ну, а как-то надо же потом как-то закрывать дырки. Другого ревеню же нет у государства. Все, вот и все, вот она. Это не то, что республиканцы это хотят делать. И, кстати, Трамп в аналоговую реформу пытался этот момент как-то все-таки вернуть в нормальное русло, сократить для компарации налоги, потому как корпорации, по идее, должны были бы нанимать людей больше. Хотя это не всегда так срабатывает, но идея-то в этом. Ты понимаешь, там есть другая штуковина, которая, знаешь, для того, чтобы понимать вот то, что я скажу, не нужно даже быть Карлом Марксом. Понимаешь, если налоги на то, что называется capital gain, да, если они намного меньше, чем налоги на лейбор, на то, что человек зарабатывает своим трудом, это, конечно, к марксизму имеет малое отношение. Ну, вообще, зачатки там. Ты понимаешь, получается, что люди, которые имеют деньги, они могут зарабатывать еще больше денег. Я сейчас не говорю это, знаешь, против кого-то или за кого-то. Я просто привожу факты. И вот в нашей стране сегодня вот этот отрыв, он, понимаешь, он повлек за собой какие-то вещи, которые многим не нравятся работающим людям. Но это вещи вообще сложные, они непростые очень. Непростые, потому как тот, кто зарабатывает корпорация, она основной налогоплательщик в Америке. Кирилл, абсолютно прав. Абсолютно. Ты понимаешь, дело в том, что вообще управление страной и такие важные issues, как налоги, это вещи, которые имеют такое количество разных сторон, разных подходов. Это, знаешь, я просто позволю себе отвлечься на две минуты. Я когда-то в ассамблее был vice chair of a steering committee. Steering committee это такой комитет, который, знаешь, на котором обсуждается, вот, будет ли предложен новый билл, это ли вообще не имеет смысла его предлагать, потому что невозможно определить. Сколько проголосует за него, да, кто против? Ну, 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 не в этом даже дело. Невозможно определить, вообще можно ли legislatively, то есть in a policy, можно ли написать закон, который соответствует, ну, и здравому смыслу, и то, что отраженные вещи в этом законе будут как-то восприняты людьми правильно. Знаешь, мы обсуждали такую штуковину. Вот те дети, которые adapted, да, должны ли мы выпустить закон, который говорит о том, что эти дети имеют право узнать, кто были их биологические родители? А там тайну сказали. Полгода, понимаешь? Мы сейчас, мы можем на это потратить 28 передач, не договориться, эти точно говорим. Да, конечно. Потому что я в какой-то мере возглавлял дискуссию, этот процесс. Я тебе могу сказать, что такое существует количество за и против, что установить policy по этому поводу было просто невозможно. И это on the floor of the assembly, этот билл никогда не попал. Это вот потому, что он проверяется. Потому что, понимаешь? Да, я понимаю. То есть иногда людям кажется, что управление, скажем, государством, или, может быть, каким-то дистректом, это дело простое, изобретение новых законов, это вообще ерунда, написал, да проголосовал, кто за, кто против. Но это не так, конечно. Это очень сложный процесс. Иногда этот процесс, вот как я уже сказал, завершается ничем. Потому что нельзя определить, понимаешь? Нельзя закон выпустить такой. Нельзя сказать, что... Нельзя сказать и нельзя не сказать. Вот и все. Друзья, мы вернемся к вам сразу после рекламной паузы. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С трех до пяти вечера. Сказал. Как обрезал. Напоминаю, друзья, с нами Олег Брукрасный. В гостях. Приветствую, Олег, еще раз. Приветствую, Кирилл, еще раз. Здравствуйте. Вот вопрос, который, как бы, он такой широкий. Вот идеология наших представителей, которые находятся в разных избранных органах власти, она как формируется вообще? Она определяется большинством избирателей в дистрикте, Кирилл. Совершенно однозначно. Они должны делать то, что, в принципе, от них хотят делать эти избиратели. И если нет, то избиратель их... Просто не переизберет. Понимаешь, если... А unless на последнем сроке он может делать все, что он хочет, и он все равно уже не будет переизбираться. Но это если есть term limits, да, если есть ограничения. А в ассамблее, например, их нет. И если хочешь, если занимаешься какими-то вещами, которые тебе нравятся, и ты делаешь их хорошо, и тебе хочется снова переизбраться, должен соответствовать интересам большинства населения дистрикта. Подожди секунду. Вот у меня тут... Это понятно. У меня тут... Наверное, не в чем. Не-да. Но у меня возникает в связи с этим такой момент. Вот ведь люди очень часто говорят, что для того, чтобы победить коррупцию в Америке, которую мы понимаем, подвести коррупцию, они подвести лоббистскую активность и так далее. Лоббистскую активность, да. Под коррупцию, конечно. Хотя на самом деле лоббистская легальна. Но это тоже форма коррупции. Коррупция, так сказать, в российском смысле. Она здесь, знаешь, любой FBI-агент сидит и ждет. Когда же наконец-то... Кто-то сделал, от кого предложил, чтобы он неверно на русский кинадет. Да, конечно, конечно. А вот лоббистская, да, вот для того, чтобы это прекратилось, нужно ограничить сроки всем избранным представителям власти. Два срока. Для ассэмбли-мембера, для сити-консул-мембера, для конгрессмена, для сенатора. Ты знаешь, давай я попробую сказать совершенно объективно. Потому что, скажем, когда я был в ассамблее, я считал, что да, срок должен быть ограничен. И я знал, что, скорее всего, я сам уйду в какой-то момент. Потому что, ну, жизнь у меня такая. Пять лет одно, пять лет другое. Мне интересны разные вещи. Поэтому для меня лично, то, что я сейчас скажу, имеет... Ко мне имеет малое отношение. Но в целом, вот что я скажу тебе, Кирилл. С одной стороны, конечно, нужно ограничить время пребывания. Ну, чтобы не было, не знаю, там, сорок лет, да? Но с другой стороны, если человек хорошо себя зарекомендовал, и при этом он умеет работать, он имеет огромный опыт работы, в том, что касается издания новых законов, в том, что касается принесения денег в дистрикт, что очень важно, здесь, здесь, turn limits, работают против, понимаешь? Ну, да, за четыре, за восемь лет машина мало что сделает. Собственно, в жизни же все так. Ну, да. Понимаешь, любая медаль имеет, так сказать, две стороны. Скажи мне, а когда ты говоришь о принесении денег в дистрикт, это ведь лоббистская схема, потому что по-другому никак ты денег в дистрикт не можешь принести. Ну, ты знаешь, ну, здесь ты лоббируешь, ты за свой дистрикт борешься. Понимаешь, если тебе нужно, чтобы что-то случилось новое в твоем дистрикте, важное, ну, я не знаю, но мост, это дело федеральное, да, это тоже, за что я все время там выступал. Сделать новый мост между Кони Айленд, вот частью между стадионом и Сегейтом, там нужно, в моем представлении, сделать новый мост, потому что там, ну, до ковида, там в субботу-воскресенье было такое количество людей, что люди просто, если, не дай бог, эвакуация, они не смогли бы эвакуироваться, понимаешь, о чем я говорю, да? В каком месте, еще раз, я не знаю, между чем и чем мост? Ты знаешь, между двумя парками, между Кайзер-парк и Драйер-Офферман-парк. Ага. Ну, я не знаю, там живут какие-то наши радиослушатели, наверняка. Наверняка. И вот там, я всегда выступал за то, чтобы там построить мост, но это зависело от федеральных властей очень сильно, и у меня реальной возможности никогда не было, потому что это большие деньги. Но это нужно. К чему я это сказал? К тому, что, видишь, вот, вроде бы я же был в штатном правительстве, да? Но мне нужно было лоббировать интересы в федеральном правительстве моего округа тоже. То есть, лоббировать в каком смысле? Понимаешь, это довольно сложная вещь. Это невозможно одной фразой выразить, как это делается. Ну, за счет каких-то личных взаимоотношений, за счет каких-то, может быть... Ты должен кого-то знать в Вашингтоне, который будет готов с тобой работать там. Ну, и ты должен знать хорошо. То есть, ты должен знать какое-то продолжительное время, чтобы человек знал, что вот тот, с кем он разговаривает, он действительно, понимаешь, за комьюнити борется. Сенатор-фенатор шума. А не за девелоперс, которые будут строить мост. Понимаешь, что я имею в виду? Сенатор-фенатор шумер. Да, такой человек, который на федеральном уровне, в принципе, в состоянии решать многие вопросы. Ты знаешь, я больше работал... Почему так получилось? Я тебе скажу сейчас почему. Я больше работал с Джиллебранд. Очень хорошие отношения были с шумером всегда, потому что, понимаешь, когда ты представляешь округ, ты должен иметь хорошее отношение. Шумер же был бруклинский, правда, Вечеринский? Да, да, да. Он был ассемблменом в соседнем дистрикте, там, где сейчас Стивен Симбровиц ассемблменом. Ага. Он там был ассемблменом. Но почему с Джиллебранд сложились такие отношения? Потому что ирония заключается в том, что я единственный, так сказать, бывший советский, я имел единственную военную базу, которая находится на территории города Нью-Йорка, я имел в своем дистрикте. Это вообще, с этим связаны всякие смешные истории, знаешь, когда там трехзвездочные генералы приезжали из Тексаса и слышали мой акцент и говорили, ты представляешь военную базу Форт Хэмилтон, это как так получилось? Ну, вот так получилось. Но за счет того, что эта военная база была у меня, а она же Джиллебранд была во времена, когда Сенат был демократическим, она была, и сейчас она, по-моему, то есть это, а в Бейридже, там, где я имел часть дистрикта, там много ветеранов, и, знаешь, как-то у меня с ними сложились очень хорошие отношения, потому что я, как бывший советский человек, я очень приветствовал участие Америки в Вьетнамской войне. Для них это было совершенно неожиданно, потому что, понимаешь, демократы, elected officials, они очень сдержанно говорили о войне в Вьетнаме. А я в открытую, что, ребята, вы молодцы, вы были антикоммунисты, за счет вас мы сюда приехали, indirectly. Ну да. В общем, и вот за счет вот этих вот взаимоотношений с ветеранами, за счет того, что там нужно было Форд Хамилтон защищать от притязаний частных девелоперов, которые хотели там строить, и Джиллебранд помогла, вот у меня с Джиллебранд хорошие отношения сложились, такие рабочие. Мы бы еще говорили, говорили, Алик, к сожалению, все, заканчивается у нас сейчас. Да, да. Мы вернемся, надеюсь, через неделю и продолжим этот разговор. Он увлекательный, огромное спасибо тебе, что у нас на войне пришли. Спасибо большое. Остапа не несло, нет? Нет, нет, все, все отлично. Окей. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. До встречи. Спасибо, Кирилл. Спасибо, радиослушатели. Бутик-политик. С понедельника по четверг с трех до пяти вечера сказал, как обрезал.